Как молодёжи Ненецкого округа реализовать свои возможности? Об этом шла речь на заседании Межведомственного комитета. Его провели в преддверии регионального лагеря «Арт-Квадрат», который стартует 30 июня в Тельвиске. О предстоящем лагере и о других популярных проектах расскажет Валентина Чивичек. Тельвисочный летний лагерь – часть федерального проекта «Арт-Квадрат». Он объединяет представителей творческой молодёжи. Под эгидой федерального проекта проходят и два других праздника – «Молодёжная весна» и фестиваль «Кадушка». На этих площадках можно увидеть танцы, музыку, кино и всё, чем увлекается молодое поколение. Знакомить ребят с новинками в мире молодёжной культуры приезжают педагоги и признанные мастера. Молодёжный лагерь в Тельвиске – не исключение. Десятидневный образовательный лагерь посетят преподаватели народного искусства. Преподаватели очень интересные. Один из них как раз работал на нашем молодёжном форуме Игорь Узлов. И он представитель города Зеленоград, преподаватель фольклорного отделения музыкальной школы. И ещё одна девушка, которая является студенткой Московского университета культуры, участницей фольклорного коллектива. Молодёжь других населённых пунктов также участвует в подобных форумах и лагерях. По данным комитета, в 2015 году увеличилась вовлечённость ребят в массовые праздники. Так в ОМИ организовали конкурс молодых семей, куда съезжаются жители НИСИ и Нижней Пёши. Вахта памяти теперь проводится не только в Наринмаре, но и в Каратайке, Тельвиске, Красном, Нижней Пёше, НИСИ, Виске и Нельмином Носе. Активные участники многих праздников – ребята, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Стараемся по большей части их вовлекать в мероприятия, чтобы они социализировались, находились в равных условиях с другой молодёжью. Кроме того, наши волонтёры в этом году, это апрель-май, начали активно ходить к такой категории, как дети с отклонениями в физическом развитии. Это они проводят регулярно мастер-классы по рукоделию, там игры проводят в коррекционной школе в нашей. Рассмотрели на комитете и работу сайта «Молодёжь-83». Ежемесячно его посещают более трёх тысяч человек. На сайте размещают новости, объявления, анонсы. Участники встречи рекомендовали также размещать информацию образовательного содержания.